Глава шестнадцатая В глуши от суеты мирской вдали Отшельника святого дни текли. Он спал на мху, в пещере жизнь влача, Он ел плоды, пил воду из ключа, О боге думал, избегал людей, И лишь молитвой занят был своей. Парнов Читатель, вероятно, не забыл, Что исход турнира был решен вмешательством неизвестного рыцаря, Того самого, кто за свое равнодушие и безучастность Получил сначала прозвище «Черного лентяя». Оказав помощь Айвенга, Рыцарь, когда поединок закончился победой, Тотчас покинул арену, И его нигде не могли отыскать, Чтобы вручить награду за дублесть. Пока трубачи и герольды призывали его, Рыцарь давно уже углубился в лес, Держа путь к северу, Избегая торных троп. Он остановился на ночлег в маленькой харчевне, Стоявшей в стороне от большой дороги. Там он узнал от странствующего министреля, Чем кончился турнир. На другой день рыцарь выехал рано, Предполагая совершить длинный переезд. Накануне он так заботливо берег силы своего коня, Что теперь имел полную возможность ехать без длительных остановок. Но чрезвычайно запутанные тропинки Помешали ему выполнить свое намерение. К наступлению сумерек он достиг лишь западной границы Йоркшира. А между тем ночь надвигалась быстро. Всадник и его лошадь были крайне утомлены. Необходимо было подумать о ночлеге. Казалось, в местах, где очутился к тому времени рыцарь, Негде было найти кров для ночлега и ужина. По-видимому, ему, как это часто случалось Со странствующими рыцарями, оставалось одно. Пустить свою лошадь пастись, А самому лечь под дубом И предаться мечтам о своей возлюбленной. Но у черного рыцаря должно быть не было возлюбленной. Или, обладая таким же хладнокровием в любви, Какое проявлял в битве, Он не мог настолько погрузиться в мысли о ее красоте И непреклонности, чтобы забыть о собственной усталости и голоде. Любовные мечты, как видно, Не могли заменить ему существенных радостей ночлега и ужина. Поэтому он с большим неудовольствием озирался вокруг, Видя, что забрался в такую глушь, Где хоть и много было лужаек, следов и тропинок, Но было ясно, что они протоптаны пасущимися стадами Или дикими оленями И теми охотниками, которые за ними гонялись. До сих пор рыцарь держал свой путь по солнцу, Но оно уже скрылось за дербеширскими холмами И легко было сбиться с дороги. Тщетно пробовал он выбирать торные тропы В надежде наткнуться на пастушеский шалаш Или домик лесного сторожа. Все было напрасно. Тогда, не надеясь больше на себя, Рыцарь решился положиться на чутье своего коня. По собственному опыту он хорошо знал, Что лошади нередко обладают удивительной способностью Находить нужное направление. Как только добрый конь, изнемогающий под тяжелым седоком В боевых доспехах, почувствовал по ослабленным поводьям, Что он предоставлен собственной воле, Силы его как бы удвоились. До сих пор он только с жалобным ржанием Отзывался на понукание и пришпоривание. Теперь же, словно гордясь оказанным ему доверием, Он насторажил уши и пошел гораздо быстрее. Выбранная им тропинка круто сворачивала в сторону от прежнего пути, Но, видя, с какой уверенностью его конь двинулся по новой дороге, Рыцарь не противился ему. Конь оправдал такое доверие. Тропинка стала шире, утоптаннее, А слабый звон небольшого колокола указывал на то, Что где-то поблизости есть часовня или хижина отшельника. Вскоре рыцарь выехал на открытую поляну. На другой стороне ее возвышался огромный утес С крутыми, изъеденными ветром и дождем серыми склонами. Кое-где в его расщелинах пустили корни и росли дубки и кусты астралиста. Местами густой плющ зеленой мантии окутывал склоны И колыхался над обрывами, подобно султанам над шлемами воинов, Придавая изящество тому, что само по себе было грозно и внушительно. У подножия скалы, прилепившись к ней одной стеной, Стояла хижина, сложенная из нетесанных бревен, Добытых в соседнем лесу. Щели, которые оставались между ними, Были замазаны глиной, смешанной с амхом. Перед дверью воткнуто было в землю, очищенное от ветвей, Молодое сосновое деревце, с перекладиной наверху, Служившее бесхитростной эмблемой креста. Немного правее, из расселиного утеса, Выбивалась прозрачная струя воды, Падавшая на широкий камень, Выголубленной наподобие чаши. Переполняя этот естественный бассейн, Вода переливалась через край на поляну Русло, журча, текла по ней, Чтобы потеряться в ближайшем лесу. Возле источника видны были развалены Очень маленькие часовни с обвалившейся крышей. Все здание когда-то было никак не больше 16 футов в длину и 12 в ширину, А низкая крыша покоилась на четырех концентрических сводах, Опиравшихся по углам на короткие и толстые колонны. Еще были целые две арки, Хотя крыша между ними обрушилась. Низкий, закругленный вверх вход в эту старинную часовню Был украшен высеченными из камня зубцами наподобие зубов акул, Что нередко встречается на древних образцах Орнамента саксонского зодчества. Над порталом на четырех небольших колоннах Возвышалась колокольня, Где висел позеленевший от времени и непогод колокол. Его слабый звон и слышал в лесу черный рыцарь. В полумраке сгустившихся сумерек Открылась взором путника эта мирная и спокойная картина, Внушая ему твердую надежду на пристанище, Так как одной из непременных обязанностей отшельников, Удалявшихся на житье в леса, Было гостеприимство, Оказываемое запоздавшим или сбившимся с дороги путником. Рыцарь не терял времени на то, Чтобы рассматривать в подробностях Описанную нами картину, А соскочив с коня и поблагодарив Святого Юлиана, покровителя путешественников, За неспослание ему надежного ночлега, Древком копья постучал в дверь хижины. Довольно долго никто не отзывался, И когда он, наконец, добился ответа, Нельзя сказать, чтобы он был приятным. «Проходи мимо», Послышался низкий сиплый голос, «Не мешай служителю Господа и Святого Донстана Читать вечерние молитвы». «Преподобный отец», Сказал рыцарь, «Я бедный странник, Заблудившийся в этих лесах, Воспользуюсь случаем Проявить милосердие и гостеприимство». «Добрый брат мой», Отвечал обитатель хижины, «При Святой Деве и Святому Донстану Угодно было, чтобы я сам нуждался И в милосердии, И в гостеприимстве. Где уже тут оказывать их? Моя пища такова, Что и собака от нее отвернется, А постель такая, Что любая лошадь из барской конюшни Откажется от нее. Проходи своей дорогой, Бог тебе поможет». «Как же мне искать дорогу?» Возразил рыцарь. «В такой глуши, Да еще темной ночью. Прошу тебя, Честной отец, Если ты христианин, Отопри дверь и укажи мне, По крайней мере, В какую сторону ехать». «А я тебя прошу, Брат мой во Христе, Не приставай ко мне, Сделай милость», Сказал пустынник. «Ты и так заставил меня Пропустить молитвы, Одну патер, Две авы и одну кредо, Которую я, Окаянный грешник, Должен был, Согласно своему обету, Прочитать до восхода луны». «Дорогу! Укажи мне дорогу!» Заорал рыцарь. «Хоть дорогу-то укажи, Если ничего больше От тебя не дождешься». «Дорогу?» Отвечал отшельник. «Указать нетрудно. Как выйдешь по тропинке, Из лесу?» «Тут тебе будет болото, А за ним река. Дождей на этих днях не было, Так через нее, пожалуй, Можно переправиться. Когда переправишься через брод, Ступай по левому берегу, Только смотри не оборвись, Потому что берег-то крут. Да еще я слыхал, Что тропинка в некоторых местах Осыпалась. Оттуда уже все прямо». «Что же это?» «И тропинка осыпалась, И крутизна, и брод, Да еще болото!» Прервал его рыцарь. «Но, сэр-отшельник, Будь ты хоть рассветой, Не заставишь ты меня Пуститься ночью по такой дороге. Я тебе толком говорю. Ты живешь подаянием соседей, И не имеешь права отказывать В ночлеге заблудившемуся путнику. Скорее отпирай дверь, Не то клянусь небом, Я ее выломаю». «Ах, друг мой!» Сказал отшельник. «Перестань надоедать мне. Если ты принудишь меня Защищаться мирским оружием, Тебе же будет хуже». В этот момент Отдаленное ворчание И тявканье собак, Которые путник слышал уже давно, Превратилось в яростный лай. Рыцарь догадался, Что отшельник, Испуганный его угрозой Ворваться насильно, Кликнул на помощь собак, Находившихся внутри. Взбешенный этими приготовлениями, Рыцарь ударил в дверь Ногой с такой силой, Что стены и столбы хижины Дрогнули. Пустынник, как видно, Не желая вторично подвергать Дверь такому удару, Громким голосом закричал. «Имейте же терпение! Подождите, добрый странник, Сейчас я сам отопру дверь, Хотя не ручай, Что этим доставлю тебе удовольствие!» Дверь распахнулась, И перед рыцарем Предстал отшельник, Человек высокого роста, Крепкого телосложения, В длинной власенице, Подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, А в другой толстую и увесистую дубину. Две большие мохнатые собаки, Помесь борзой с дворняжкой, Стояли по сторонам, Готовые по первому знаку Броситься на непрошеного гостя. Но когда при свете факела Сверкнули высокие шлемы Золотые шпоры рыцаря, Стоявшего снаружи, Отшельник изменил Своё первоначальное намерение. Он усмирил разъярённых псов И вежливо пригласил рыцаря войти, Объяснив свой отказ отпереть дверь Боязнью воров и разбойников, Которые не почитают Ни Пресвятую Богородицу, Ни Святого Дунстана, А потому не щадят и святых отшельников, Проводящих жизнь в молитвах. «Однак, мой отец», Сказал рыцарь, Рассматривая жалкую обстановку хижины, Где не было ничего, кроме кучи сухих листьев, Служивших постелью, Деревянного распятия, Молитвенника, Грубо обтёсанного стола И двух скамеек. «Вы так бедны, Что могли бы, кажется, Не бояться грабителей. К тому же ваши собаки Так сильны, Что, по-моему, Могут свалить оленя, А не то, что человека». «Это добрый лесной сторож, Привёмный собак», Сказал отшельник, «Чтобы они охраняли моё одиночество До тех пор, Пока не наступят более спокойные времена». Говоря это, Он воткнул факел В согнутую полосу железа, Заменявшую подсвечник, Поставил трёхногий дубовый стол Поближе к очагу, Подбросил на угасавшие уголи Несколько сухих поленьев, Придвинул скамью к столу И движением руки Пригласил рыцаря Сесть напротив. Они уселись И некоторое время Внимательно смотрели друг на друга. Каждый из них думал, Что редко ему случалось Встречать более крепкого И атлетически сложного человека, Чем тот, который в эту минуту Сидел перед ним. «Преподобный отшельник», Сказал рыцарь, Долго и пристально смотревший на хозяина, «Позвольте ещё раз прервать Ваши благочестивые размышления». «Мне бы хотелось спросить Вашу святость о трёх вещах. Во-первых, куда мне поставить коня, Во-вторых, чем мне поужинать, И, в-третьих, где я могу отдохнуть?» «Я тебе отвечу жестом», Сказал пустынник, «Потому что я придерживаюсь правила Не употреблять слова, Когда можно объясниться знаками. Сказав это, он указал на два противоположных угла хижины И добавил, «Вот тебе конюшня, А вот постель, А вот и ужин», Закончил он, Сняв с полки деревянную тарелку, На которой было горсти Две сушёного гороха, И поставил её на стол. Рыцарь, пожав плечами, Вышел из хижины, Ввёл свою лошадь, Которую перед тем привязал к дереву, Заботливо расседлал её И покрыл собственным плащом. На отшельника, видимо, Произвело впечатление, То, с какой заботой и ловкостью Незнакомец обращался с конём. Промормотав что-то насчёт корма, Оставшегося после лошади лесничего, Он вытащил откуда-то охапку сена И положил её перед рыцарским конём. Потом принёс сухого папоротника И бросил его в том углу, Где должен был спать рыцарь. Рыцарь учтиво поблагодарил его за любезность. Сделав всё это, Оба снова присели к столу, На котором стояла тарелка с горохом. Отшельник произнёс длинную молитву, От латинского языка которой Оставалось всего лишь несколько слов. По окончании молитвы Он показал гостю пример, Скромно положив себе в рот С большими и крепкими зубами, Похожими на кабань и клыки, Три или четыре горошины. Слишком жалкий помол Для такой большой и благоустроенной мельницы. Желая последовать этому похвальному примеру, Гость отложил в сторону шлем, Снял панцирь и часть доспехов. Перед пустынником предстал статный воин С густыми курчавыми светло-русыми волосами, Орлиным носом, голубыми глазами, Сверкавшими умом и живостью. И красиво очерченным ртом, Оттененным усами более темными, чем волосы. Вся его осанка изобличала смелого И предприимчивого человека. Отшельник, как бы желая ответить доверием На доверчивость гостя, Тоже откинул на спину капюшон И обнажил круглую, как шар, Голову человека в рассвете лет. Его бритая макушка была окружена Венцом жестких черных волос, Что придавало ей сходство С приходским загоном для овец, Обнесенным высокой живой изгородью. Черты его лица не обличали Ни монашеской суровости, Ни аскетического воздержания. Напротив, у него было открытое, Свежее лицо с густыми черными бровями, Черные курчавые борода, Хорошо очерченный лоб И такие круглые пунцовые щеки, Какие бывают у турбачей. Лицо и могучее сложение отшельника Говорили скорее о сочных кусках мяса И окороках, нежели о горохе и бобах. И это сразу бросилось в глаза рыцарю. Рыцарь с большим трудом Прожевал горсть сухого гороха И попросил благочестивого хозяина Дать ему запить эту еду. Тогда отшельник поставил перед ним Большую кружку чистейшей родниковой воды. — Это искупели святого Дунстана, — сказал он. — В один день от восхода до заката солнца Он окрестил там пятьсот язычников, Датчан и британцев. Благословенно ими его! С этими словами он приник Своей черной бородой к кружке И отпил маленький гладочек. — Мне кажется, преподобный отче, — сказал рыцарь, — Что твоя скудная пища И священная, но бескусная влага, Которой ты утоляешь свою жажду, Отлично идут тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться На кулачках или дубинках, Чем жить в пустыне, Читать молитвенник, Допитаться сухим горохом И холодной водой. — Ах, сэр рыцарь, — отвечал пустынник, — Мысли у вас, как и у всех невежественных мирян, Заняты плотью. Владычице нашей Богородице И моему святому покровителю Угодно было благословить мою скудную пищу. Как издревле благословлены были струи и вода, Которыми питались отроки Садрах, Месах и Авденга, Не пожелавшие вкушать от вины яств, Присланных им сарацинским царем. — Святой отец, — сказал рыцарь, — Поистине Бог творит чудеса над тобою, А потому дозволь грешному мирянину Узнать твое имя. — Можешь звать меня, — отвечал отшельник, Причетником из Капминхерста, Ибо так меня прозвали в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому именю прозвище Святой, но на этом я не настаиваю, Ибо не достоин такого титула. Ну а ты, доблестный рыцарь, Не скажешь ли, как мне называть Моего почтенного гостя? — Видишь ли, святой причетник из Капминхерста, — Сказал рыцарь, — В здешнем краю меня зовут Черным рыцарем. Многие прибавляют к этому титул лентяй, Но я тоже не гонюсь за таким прозвищем. Отшельник едва мог скрыть улыбку, Услыхав такой ответ. — Вижу, сэр, ленивый рыцарь, Что ты человек осмотрительный и разумный, — Сказал он. — И вижу, кроме того, Что моя бедная монашеская пища Тебе не понутру. Может, ты привык к роскоши придворной жизни, Избалован городскими излишествами. Помнится мне, сэр лентяй, Что когда здешний щедрый лесной сторож Привел мне этих собак И сложил у часовни корм для своей лошади, Он как будто оставил здесь Кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, То я едва не позабыл о них, Обремененный своими размышлениями. — Готов поклясться, что он оставил, — Сказал рыцарь. — С той минут, как ты откинул свой капюшон, Святой причетник, Я убедился, что у тебя в келье Водится пища получше гороха. Сдается мне, что твой сторож Добрый малый весельчак. Да и всякий, кто видел, Как твои крепкие зубы Грызут этот горох, А горло глотает такую прясную жидкость, Не мог бы оставить тебя На этом лошадином корме И захотел бы снабдить Кое-чем посытнее. Ну-ка, доставай скорее, Что там принес тебе сторож. Отшельник внимательно посмотрел на рыцаря. Видно было, что он колеблется, Не зная, благоразумно ли Откровенничать с гостем. Но у рыцаря было открытое смелое лицо, А усмехнулся он так добродушно и забавно, Что поневоле внушил хозяину доверие и симпатию. Обменявшись с ним молчаливыми взглядами, Отшельник пошел в дальний конец хижины И открыл потайной чулан, Доступ к которому скрыт был очень тщательно И даже довольно замысловато. Из глубины темного сундука, Стоявшего внутри чулана, Он вытащил громадный, Запеченный в оловянном блюде пирог. Это кушанье он поставил на стол, И гость, не теряя времени, Своим кинжалом разрезал корку, Чтобы познакомиться с начинкой. — Как давно приходил сюда добрый сторож? — спросил рыцарь у хозяина, Проглотив несколько кусков этого блюда. — Месяца два назад, — отвечал отшельник, не подумав. — Клянусь истинным богом, — сказал рыцарь, — В твоей хижне то и дело Натыкаешься на чудеса. Я готов поклясться, Что жирный олень, Послуживший начинкой этому пирогу, Еще на днях бегал по лесу. Отшельник смутился. Он сидел с довольно жалким видом, Глядя, как быстро убывает пирог, На который гость набросился С особым рвением. После всего, что он наговорил О своем воздержании, Ему было неловко самому Последовать примеру гостя, Хотя он бы тоже с удовольствием Отведал пирога. — Я был в Палестине, Сэр-причетник, — сказал рыцарь, Вдруг сразу перестав есть. — И вспоминаю, Что по тамошним обычаям Каждый хозяин, угощая гостя, Должен сам принимать участие в трапезе, Чтобы не подумали, Что в пище есть отрава. — Я, конечно, не дерзаю Заподозрить святого человека В предательстве, Однако буду тебе Премного благодарен, Если ты последуешь Этому восточному обычаю. — Чтобы рассеять Ваши неуместные опасения, Сэр-рыцарь, Я согласен на этот раз Отступить от своих правил, Отвечал отшельник. И так как в те времена Еще не было в употреблении вилок, Он немедленно погрузил пальцы Во внутренность пирога. Когда таким образом Лед был сломан И церемония отброшена в сторону, Гость и хозяин Начали состязаться в том, Кто из них Окажется лучшим едоком. Но хоть гость, вероятно, Опастился дольше, Отшельник съел Гораздо больше его. — Святой причетник, Сказал рыцарь, Утолив голод, Я готов Прозакладывать Своего коня Против цехина, Что тот честный малый, Которому мы обязаны Этой отличной дичью, Оставил здесь И бутыль с вином, Или бочонок канарского, Или что-нибудь В этом роде, Чтобы запить Этот чудеснейший пирог. Конечно, Это такой пустяк, Что он не мог Удержаться в памяти Строгого постника. Но я думаю, Что если ты Хорошенько поищешь В той норе, То убедишься, Что я не ошибаюсь. Вместо ответа Отшельник только Ухмыльнулся И вытащил Из своего сундука Кожаную бутыль Вместимостью В полведра. Потом он принес Два больших кубка Из буйволого рога В серебряной оправе. Полагая, Что теперь уже Можно не стесняться, Он налил Их до краев И сказал По обычаю Саксов. Твое здоровье, Сэр, Ленивый рыцарь. Разом осушил Свой кубок. Твое здоровье, Святой причетник Из Капминхерста, Ответил рыцарь И также Осушил Свой кубок. А знаешь ли ты, Святой причетник, Сказал затем пришелец, Я никак не могу понять, Почему это Такой здоровенный Молодец И мастер Покушать, Как ты, Задумал жить Один в этой глуши. По-моему, Тебе куда больше Подошло бы Жить в замке, Есть жирно, Пить крепко, А не питаться С трючками Да запивать их водой, Или хотя бы Подачками Какого-то сторожа. Будь я На твоем месте, Я бы нашел себе И забаву, И пропитание, Охотясь За королевской дичью. Мало ли добрых Стат в этих лесах, И никто не подумает Хватиться Того оленя, Который пойдет На пользу Слушителю Святого Дунстана. Сэр, Ленивый рыцарь, Отвечал причетник, Это опасные слова, Прошу, Не произноси их. Я поистине Отшельник Перед королем И законом. Если бы я Вздумал Пользоваться Дичью моего Владыки, Не миновать бы Мне тюрьмы, А может, Если не спасет Моя ряса И виселицы. А все-таки, Сказал рыцарь, Будь я На твоем месте, Я бы выходил В лунные ночи, Когда лесники И сторожа Завалятся спать, И бормоча Молитвы Нет-нет, Да и пускал бы Стрелу В стадо Бурых оленей, Что пасутся На зеленых Лужайках. Разреши Мои сомнения, Святой причетник, Неужели ты Никогда Не занимаешься Такими делами? Друг, Лентяй, Отвечал отшельник, Ты знаешь О моем хозяйстве Все, Что тебе нужно, И даже больше того, Что заслуживает Непрошенный гость Врывающейся силой. Поверь мне, Пользуйся добром, Которое посылает тебе Бог, И не допытывайся, Откуда что берется. Наливай свою чашу На здоровье, Но, пожалуйста, Не задавай мне Больше дерзких вопросов. Не то я тебе докажу, Что, Кабы не моя добрая воля, Ты бы не нашел Здесь пристанище. Клянусь честью, Это еще больше Разжигает Мое любопытство, Сказал рыцарь. Ты самый Таинственный Отшельник, Какого мне Доводилось встречать. Прежде, Чем мы Расстанемся, Я хочу Хорошенько С тобой Познакомиться. А что до твоих Угроз, Зная, Святой человек, Что мое ремесло В том и состоит, Чтобы выискивать Опасности Всюду, Где они водятся. Сэр, Ленивый рыцарь, Пью за Твое здоровье, Сказал Пустынник. Я Высоко Ценю Твою доблесть, Но довольно Низко Мнение О твоей скромности. Если Хочешь Сразиться Со мной Равным Оружием, Я тебе По-приятельски И по-братской Любви Так отделаю, Что на целых Двенадцать Месяцев Отучу от греха Излишнего Любопытства. Рыцарь Выпил с ним И попросил Назначить Род оружия. Да нет Такого Оружия, Начиная От ножниц Далилы И копеечного Гвоздя И Аилии До меча Голиафа, Отвечал Отшельник, С которым Я не был бы Тебе Под пару. Но раз уж Ты предоставляешь Мне выбор Оружия, Что ты Скажешь, Друг мой, О таких Безделках? С этими Словами Он Отпер Другой Чулан И вынул Оттуда Два Палаша И два Щита Какие Обычно Носили Йомины Рыцарь Следивший За его Движениями Заметил В этом Втором Потайном Чулане Два Или Три Отличных Лука Арбалет Связку Прицелов Для него И шесть Колчанов Со стрелами Между Прочими Предметами Далеко Неприличествующими Для особ Духовного Звания В глубине Темного Чулана Бросилась Ему В глаза Арфа Ну Брат Причетник Обещаю Тебе Что не Стану Больше Приставать С обидными Расспросами Сказал Лицарь То Что я Вижу В этом Шкафу Разрешает Все Мои Недоумения Кроме Кроме Того Я Заметил Там Одну Вещицу Тот Он Наклонился И сам Вытащил Арфу На Которой Буду Состязаться С тобой Гораздо Охотнее Чем На Мечах Думается Мне Сэр Рыцарь Сказал Отшельник Что Тебя Понапрасну Прозвали Лентяем Признаюсь Ты Кажешься Мне Очень Подозрительным Молодцом Тем Не Менее Ты У меня В гостях И Я Не Стану Испытывать Твое Мужество Иначе Как По Твоему Собственному Желанию Садись Наполни Свой Кубок Будем Пить Петь И Веселиться Коли Знаешь Хорошую Песню Всегда Будешь Приятным Гостем В Капминхерсте Пока Я Состою Настоятелем Причесовни Святого Дунстана А Это Бог Даст Продлиться До тех Пор Пока Вместо Серой Рясы Не Покроют Меня Зеленым Дерном Ну Что Ж Ты Не Пьешь Наливай Чаш Полнее Потому Что Эту Арфу Теперь Нескор Настроишь А Ничто Так Не Прочищает Голос И Не Обостряет Слух Как Чаша Доброго Вина Что До Меня Я Люблю Чтобы Венцо Пробрало Меня До Кончиков Пальцев Вот Тогда Я Могу Ловко Перебирать Струны Могу Могу